Ну, вот это, если честно, ну, по-моему, как бы трэш. Друзья, всем привет! Я Виктория, и вы у меня на канале. Добро пожаловать! У нас сегодня будет тема про семейного психолога, но сначала хочу немножко рассказать, что будет на этом канале. Этот канал я сейчас возрождаю. Я ухожу, немножечко отхожу только от парфюмерной темы, и здесь будет следующее. Здесь будут обязательно влоги, я буду делиться с вами переменами в моей жизни, которые уже грядут. Я буду здесь выкладывать болталки, здесь будет тема психологии затрагиваться. При этом я буду, обещаю вам, что я буду затрагивать тему психологии с точки зрения потребителя, так сказать, психологических услуг. Я буду делиться своим опытом, я обещаю не пересказывать вам просто книги. Если я и буду говорить о книгах, то всегда их буду связывать со своим опытом, либо просто высказывать свое субъективное мнение. Здесь будет обязательно затронута тема косметики, тема стиля одежды. Я буду делиться с вами своими покупками и буду иногда выкладывать парфюмерные видео, другие, не те, которые я выкладываю на том своем канале. Все, друзья, теперь я вам все рассказала. Погнали! Семейный психолог. Сначала хочу с вами поделиться тем, что я недавно вышла замуж, и я вышла замуж второй раз за одного и того же мужчину. И как раз таки мы с ним ходили к семейному психологу за где-то полгода до развода. И может ли семейный психолог спровоцировать развод? Я вам говорю, что да. Он может это сделать, но я не буду столь категоричной. Я все-таки расскажу и про плюсы, и про минусы. Развод все-таки, положа руку на сердце, я не могу относить прямо к плюсам. Хотя когда он уже назрел и он необходим, конечно, скорее это плюс, чем минус. Но в принципе это не светлая часть жизни. Поэтому давайте не будем говорить, что развод это круто, классно, все разводитесь. Нет. И семейный психолог, он все-таки может и помочь сохранить брак. Какими способами? Самый первый плюс, который я выделяю, это знаете, когда происходит в семье какой-то конфликт. Обычно у пары, у каждого человека из пары, или там, если уже там есть дети, у каждого есть какая-то своя цель, задача. И как раз-таки при столкновении целей и задач происходит конфликт. И здесь появляется еще одна сторона. Давайте пока я буду говорить, именно там муж и жена пришли к психологу. Пока я не буду касаться вот в этом видео темы семейной психотерапии, когда все члены семьи, уже там и дети, да, участвуют, бабушки, собаки. Бывает и такая психотерапия. Конкретно давайте поговорим вот про пару. И, соответственно, вот в паре, да, сталкиваются две цели. И появляется третья сторона. И у нее нет задачи выяснить, кто прав, кто виноват. Это не судья, это медиатор, по сути. Это человек, у которого есть своя задача, которая работает на этих двоих. Его задача помирить этих людей любым способом, да, каким угодно. Сделать так, чтобы эти люди друг друга услышали. И задача семейного психолога сохранять вот эту вот, помнить вот это намерение, да. Потому что, так как это все-таки человек, такое бывает. И семейный психолог может вдруг решить, что вот сейчас он решил, что кто-то прав, и давайте продавим. Все. В этот момент семейная психотерапия закончилась. Это уровень бабка на скамейке, которая решила, кто прав, и сейчас она будет. Это уровень этого. Пусть говорят, да, помните, когда там кто-то за кого-то там орет. Вот, нет, у семейного психолога абсолютно нет, вот, по конкретным, да, по конкретным, вот, то, о чем спорят, о чем конфликт. У него нет никакой своей позиции вот в этом, не должно быть вот в этот момент, да, когда он работает. У него есть одна позиция, его задача примирить эти две стороны, чтобы они договорились. И здесь открываются, опять же, вот эти опасности. Здесь есть как плюс, да, в том, что он... Я сначала про плюсы, я не буду сейчас скатываться на минусы и опасности. И плюс в том, что он выступает как переводчик. Когда мы в семье, когда мы создаем брак, да, с человеком, семью, мы приносим на самом деле багаж из нашей прошлой жизни. И в первую очередь из своей семьи. Мы общаемся так, как общались в нашей семье. И иногда мы хотим из добрых побуждений что-то донести до той стороны, а его триггерит. И он слышит абсолютно другое. То есть вы говорите ему... Что там? Ставь грязную тарелку в посудомойку сколько можно, я же тебе сказала ставь. Он слышит, ты плохой человек, я тебя терпеть не могу, и вообще ты ни на что не способен. Вот человек вот это так слышит. Вы приходите к семейному психологу, и он начинает переводить это. При этом он не сам, да, переводит, он не говорит, она имела в виду вот так. Нет, она, у нас просто была психолог-женщина, она просто начинала задавать вопросы, чтобы раскрыть позицию, чтобы увидеть, что там человек на самом деле хочет, что он имел в виду под этим. Поставь тарелку, придурок. Она начинает спрашивать. И, допустим, выясняется, что жена очень ценит чистоту в доме, создаёт уют, потому что это для неё есть безопасность. Это для неё есть представление о том, что такое семья, как это выглядит внешне. И вот, значит, когда она видит грязную тарелку, у неё буквально рушатся семейные ценности. Это может выглядеть смешно, да, но это, ну, правда так. Вот мы же можем, да, я не знаю, биться за какую-нибудь вот такую, казалось бы, мелочь, но на самом деле она затрагивает наши очень важные и большие ценности. Соответственно, она, когда говорит «поставь тарелку», она имеет в виду, что ты делаешь мне больно и неприятно. В этот момент разваливается моя семья, мои ценности страдают. И когда ты, ну, когда второй человек, если он не психопат, да, когда он слышит, да, что он тем, что вот он не ставит тарелку, делает так больно, ну, естественно, он в следующий раз эту тарелку поставит. И он скажет «Ой, слушайте, ну я всё понял, да?» Ему вот оказалось, что ему говорят «ты придурок, который не способен ни на что», а ему говорили, что мне больно и ты затрагиваешь мои ценности. И вот этот перевод происходит постоянно. И мне было очень комфортно, зная, вот у нас что-то там происходит, да, мы о чём-то не можем, никак вот не слышим. Я это прекрасно понимала, мы не слышим друг друга. И я понимала, что мы придём, есть человек, который мою мысль донесёт, и я чувствовала какую-то поддержку, какую-то безопасность чувствовала. Вот это большой плюс. Но бывали там и абсолютно дурацкие советы. Я вот сейчас вспомнила, когда я это рассказывала, в какой-то момент она сказала «Вы знаете, вы настолько часто друг с другом разговариваете, ужас, да, что вы друг друга перестали слышать». И она сказала следующее «Вы не говорите друг с другом вообще. Вы просто выражаете свои эмоции каким-то другим способом. Хоть бейте друг друга», сказала она. И, ну, вот это, если честно, ну, по-моему, как бы трэш. Какой-то супер-мега-трэшовый совет, на мой взгляд. Ну, вы представьте, да, до чего может дойти вот этот выплеск агрессии уже не в форме слов. А вот это, да, это был большой минус такой, это какая-то странная методика. И до сих пор я вот, у меня уже опыт, очень много личной психотерапии, очень много я всего перечитала. Не очень понятно. Я понимаю, когда вот реально иногда нужно, так сказать, раскрыть мысль, да, вот перевести, что там человек хочет, чтобы не было конфликта, вот как я на этом примере объяснила. Но это до сих пор мне непонятно. Но еще скажу плюсы, которые мне понравились, да, сентенции этого семейного психолога. Она сказала, что общение — это самый сильный наркотик. У всех алкоголиков или наркоманов, наркоманов у них есть серьезные проблемы в общении. И это правда так, потому что общение, оно с человеком, да, оно вызывает в нас вот эти все гормоны будет. То есть, когда мы доверяем, да, это серотонин. Когда мы вступаем там в какой-то конфликт, это кортизол. Хорошо это или плохо, да, но эти гормоны нужны нам. Это кортизол, там нонадреналин. Потом, когда мы очень хотим увидеть человека, наконец-то с ним встречаемся. Это дофамин в общем. Или достигаем каких-то целей, да, там в общении. Это дофамин. Когда в общении мы получаем все гормоны, которые нам нужны. И как раз такие алкоголь или наркотики, они это стимулируют, ну, сами понимаете, очень вредным путем. А если у человека все в порядке с общением, то его просто туда даже, у него не будет этих, не возникнет этих зависимостей. Понравилась мне ее идея о том, как люди все-таки выбирают себе именно мужа или жену, да, не просто там с кем-то встречаться, общаться, а именно с тем, с кем создать семью. В общем, она это описала так. Как мы живем, нам очень страшно, все вокруг очень страшно и небезопасно. И вот мы встречаем партнера, с которым нам наименее страшно. И в итоге мы такие вместе друг с другом скрепляемся, и нам вдвоем уже не настолько страшно, как было по одному, либо с другими партнерами. И вот по этому принципу безопасности мы соединяемся и строим семью. В принципе, мне это описание нравится. Оно неплохое, не самое, да, такое... В общем, меня от него не бомбило, как вот от этого совета, бейте друг друга, главное, что хватит уже разговаривать. Неплохой такой совет. Так, что еще хочу сказать про минусы. Пришло время. Развод. Развод, он вполне возможен, потому что, когда вы приходите на семейную психотерапию, вы начинаете открываться, но иначе смысла на нее идти нет. И там все-таки сидит какой-никакой профессионал. И его задача задавать такие вопросы, чтобы выяснить, какие у вас на самом деле цели, с чего вы ждете от отношений в принципе и от этих конкретно. Какие у вас ценности у каждого из вас. Он выясняет, есть ли что-то между вами общее, что объединяет. Либо, когда вот люди открываются, может выясниться, что у вас настолько разные цели, и настолько несовместимые ценности, что вы понимаете, что с этим человеком вы никогда этого не достигнете. Либо это будет очень тяжело, и он будет все время выступать препятствием к достижению ваших целей. Либо он будет все время делать вам больно, потому что он не разделяет вашу ценность. Ну, вот как я, например, рассказывала, про эту тарелку, у человека есть ценность семьи и домашнего уюта, а у другого нет этого. Он домой приходит поспать. Он карьерист. Ему вообще все равно, что дома там происходит. И у этого человека, которого уют важен, у него все время будет стресс. То есть он будет постоянно жить в стрессе, потому что он постоянно будет ощущать, что это небезопасная для него ситуация. Но без семейного психолога и вообще без психолога люди могут жить так годами, потому что есть психологические защиты, есть как минимум отрицание, когда человек будет говорить, да он просто сегодня устал, так-то он бы поставил эту тарелку, но в следующий раз он обязательно поставит. И это может длиться десятилетиями. Человек может верить, что он изменит когда-то другого. Вот эта вот идея о том, что кто-то изменится, она держит людей годами друг с другом. А у семейного психолога вы вдруг выясняете, что нет, никто никогда не собирается меняться. Все вот так, как есть. И это настолько становится ясно, кристально, прям вот в кристальной чистоте ты видишь, вот это все очищено от всех защит, и ты видишь вот только вот это, вот другого человека. И в этот момент, конечно, можно прийти к неутешительному выводу, что дальше вместе жить, строить семью невозможно. и это там настолько становится очевидно, ну, не поспорить с этим никак. Ты как бы не можешь уже развидеть того, что ты увидел. Часто после этого, да, может терапия продолжится, но она уже будет продолжаться больше. Люди начинают отдаляться друг от друга, как вот произошло у нас. Люди начинают просто друг от друга отдаляться. вот эта вот, вот эта сцепка, вот эта зависимость, которая была, этот симбиоз, да, он начинает распадаться. Люди отдаляются друг от друга на, ну, вот уже зная вот это все, на комфортное для них расстояние. Да, и это расстояние иногда может оказаться, что это расстояние, это разные квартиры, разные города, разные концы города. К сожалению, это так. И я не знаю, что лучше, если честно, жить годами в отрицании, либо вот так, честно сказать, но это приведет вот к таким последствиям. Я не знаю. Мне эта ситуация очень напоминает с... Я один раз пришла к стоматологу, и у меня есть зуб, который мне давно-давно лечили, еще в институте, когда я училась. И мне сказал стоматолог, что что-то там не так сделали, но он говорит, твой иммунитет справился, и вот этот баланс достигнут между вот тем, что там что-то неправильно сделали, да, и как бы воспаление, которое могло бы быть, оно иммунитетом нейтрализовано. И он говорит, если я сейчас начну туда лезть и перелечивать, то бомбанет, обязательно бомбанет. И он говорит, лучше не трогать. И вот эта ситуация, когда достигнут вот этот баланс, вот этих психологических защит, отрицания, и уровня комфорта, когда человек в этом может существовать. И если туда не лезть, то все может так годами. Да, это будет, возможно, жизнь не на полную катушку, не использовав весь свой потенциал. Да, где-то все время будет энергия блокироваться, потому что психологические защиты блокируют энергию. Но это будет такой баланс-компромисс между вот этим нарывом, вот этими на самом деле конфликтами, которые всегда будут там внутри, потому что они на уровне ценностей или целей. На уровне, кстати, целей, мне кажется, это еще можно изменить. Цели могут меняться. Но вот на уровне ценностей это очень тяжело изменить. И это чаще всего не меняется. И в итоге вот этот вот, когда достигнут баланс, в общем, я к тому, что я не знаю, что лучше. Для меня было лучше в тот момент, было лучше, да, развестись. Я хотела знать правду, я хотела честно, я хотела на полную катушку. Тогда для меня это было именно так. И семейный психолог, надо сказать, он помогает пройти этот этап, этот путь безопасно, комфортно, и он, так сказать, поддерживает. И я, кстати, знаю не одну пару, которые развелись после походов к семейному психологу. Я не говорю, что он обязательно к этому приведет, но я говорю, что эта опасность очень высокая. В чем еще минус? А, еще я вижу большой минус именно в семейной психологии, в том, что она ограничена. Семейная психология, семейный психолог никогда не заменит личную психотерапию, потому что он действует только на уровне поведения. Он в какой-то момент, он все равно упирается, даже если на время у него получается достигнуть договоренности, примирить стороны. Он работает только на уровне поведения. То есть у человека примерно соотношение 30 к 70, 30 сознательного, 70 бессознательного. На самом деле, мне кажется, даже меньше сознательного. И семейный психолог может работать только с сознательной частью, только с поведением может работать. Но бессознательное всегда в какой-то момент вырастет еще больше, если его пытаться подавлять. И снесет вообще нафиг вообще все эти поведения, все эти правила и все эти договоренности. Причем он с такой силой и мощью это снесет, что это очень сложно будет как-то потом восстановить. То есть вы сознательно ставите эту тарелку на уровне сознания. Такие, я буду на уровне, теперь я взялся в руки и буду ее ставить в посудомойку. или там вы договорились о том, что вы там кто-то там либо приходите в какое-то время после работы и в какое-то время вы вдвоем должны сидеть там и час что-нибудь обсуждать. В общем, ну как бы можно регламентировать вообще всю жизнь, вплоть до постели. и очень какое-то долгое время это может правда держаться. Может даже год это держаться. Но чем дольше оно держится, тем то, что потом выпрыгнет оттуда из бессознательного и снесет это все, оно тем будет неожиданней, мощнее, больнее, тяжелее. Так это работает. Поэтому я считаю, что семейный психолог может работать только в том случае, когда идет работа личная, когда работает бессознательным, когда не просто тупо какие-то новые правила, новые договоренности вводятся, а когда они проходят одобрение вот этой огромной машины бессознательного. Поэтому это, я считаю, большой минус, как это минус всей когнитивно-поведенческой терапии, на уровне которой работает семейный психолог. По итогу я могу сказать, что я все-таки считаю, что семейная психотерапия это прекрасно. Пошла бы я, вот если бы сейчас вернулась туда в прошлое, я бы обязательно пошла. И сейчас, если появится такая необходимость, я тоже пойду. Ну, не я одна, естественно. И потому что все-таки, все-таки это еще один инструмент. Да, это не тот инструмент, который мощный и решит все проблемы и задачи. Нет, но это такой еще один такой маленький винтик, да, который тоже работает. и в первую очередь, ну, что для меня важно, он работает не только, да, все равно, когда мы строим отношения в паре, мы как-то сами меняемся и как-то сами развиваемся. И для меня это работает именно на мое развитие тоже. Пишите комментарии, задавайте вопросы, я могла что-то забыть про семейную психотерапию, сейчас не сказать. Напишите, ходили ли вы к семейному терапевту, как вы к семейному психотерапевту, как вы вообще относитесь к семейной терапии, верите, что это может работать или вам кажется, что это какая-то полная ересь. Мне правда интересно, я с удовольствием это обсужу. Спасибо, что досмотрели это видео, до конца, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, всех целую, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok